Девочки, так как мы сегодня говорили много, дали много, я уже включилась, так как мы сегодня уже говорили о энергиях, но кто-то опоздал, поэтому я немножечко повторю. Вселенная, в принципе, состоит, и это и есть энергия. Я человек достаточно духовный, более чем даже не сказала, и сверху, я не религиозный человек, я принадлежу миру, я принадлежу Вселенной, и поэтому для меня любая религия, она немножечко, это отдельное тело. В принципе, здесь мы никогда в центре не касаемся вопросов религии. Мы всегда говорим здесь о душе, мы всегда здесь говорим о любви. И это одна из составляющих, то, что в принципе делает нас целостными, то, что делает нас счастливыми. И поэтому, любовь, что такое любовь? Психологи называют любовь, вот недавно я была тоже на мероприятии, где была приглашена спикером. Давайте я, наверное, скажу, кто я вообще там, перед тем, кто пришел вновь. Я основатель этого центра, островок, нумеролог, энергопрактик, энергопрактик и, в принципе, автор нескольких эмоциональных практик, эмоционального очищения и медитации. Я пишу сама медитацию. Вот, так вот, что я хотела сказать о том, что на одном из мероприятий пригласили меня перед Новым годом из психолога. И мы говорили, знаете, об одном и том же. Правда. Но каждый говорил о своем мире. Я говорила о энергиях любви, что любовь – это истинная энергия, которую нужно отдавать, чтобы получать. Только отдавать, но что-то получать. Это закон вселенной. Психологи называют, честно говорю, слышала для себя. Это было интересно. Это такая вот тоже и клиния. И знания их, и такое вот, даже я бы сказала, направление, что любовь – это истерия. Что это болит. Ну, честно, я это не приняла. Для меня, для меня это, это не мое, не моя трактовка. Кто разделяет такую трактовку? Наверное, не в страсти. Нет, любой говорили о людях. Правда. Для людей? Да. Как просто говорили, что действительно о людях. Да, нет. Ну, знаете. Вот действительно психология считает, что это своего рода психоз, что это вот какая-то такая вот, что любви не существует. Есть вот какая-то такая эмоция, которая вот на грани вот такого, как заболевания, психологического. Любовь – состояние. Ну, может, состояние, а состояние, наверное, какого-то психолога, трактуется как по-либо. И так как любовь каждый выражает по-своему, хранит и каждый чувствует по-своему, но вот они почему-то считают, что это в любом случае, когда человек влюбляется, он входит в какое-то другое состояние. Это уже совсем другая любовь от любви, любовь же разная, любовь к вам, это любовь к детям, любовь к партнёру, да? Я вас заложу как раз на подождённые, все уже вольными, да? То есть, получается, они трактуют только один из тех любви, любовь к противложному полу, если говорить о влюблённости. Когда влюбляется, значит, что-то меняется, да? А изначально любовь, она же просто любовь. Это рост, усадь и энергия. Это согласно. Это состояние отношения. Или же мы наполнены этой энергией, наполнены этой любовью. Или же, если мы не наполнены любовью, то тогда что? Потому что стакан может быть пустым, или он может быть полным. Правда? Если мы наполнены любовью, он помнит. А если мы не наполнены любовью? Ну, стой. Но пустоты не бывает. И если здесь нет любви, что здесь? Злость. Правильно. Что попало? Печаль. Брюсти. Одиночь. Ничего хорошего. Ничего хорошего. Так вот теперь мы... Так вот теперь давайте мы пойдём от обратно. Сейчас мы говорили об эмоциях. Правда? Всё, что мы назвали здесь, это в принципе эмоции. И чувства. Если мы хотим эволюционировать, если мы хотим развиваться, если мы хотим, чтобы нас любили, скажите, вот что попало мне понравилось то, что попало, то что мы притянем, что попало. Как попало в ситуации, как попало. Правильно. Потому что есть ещё один закон Вселенной. Закон притяжения. Что? Да? Закон отражения. Не знаю уже. Закон притяжения. Что пошлёшь, то не получишь. Что ты из себя представляешь, то ты видишь отражён. И в принципе, если мы хотим стать здесь и сейчас, уже счастливыми, любимыми, значит мы уже в принципе должны задумываться, чем же мы должны наполнить, сейчас я говорю, это такое, примером стакана, а теперь мы представим, что каждый из нас сосуд. Чем мы должны себя наполнить? Что мы хотим получить в этой жизни? Значит, надо начать уже наполнять себя, чтобы мы начинаем это наполнять, чтобы это излучать. Потому что энергия, они всегда работают. Излучаем, получаем. Излучаем, получаем. Поэтому, девочки, уже сегодня можно думать о том, что всё-таки нас тревожит, беспокоит. От чего нам нужно освободиться? Честно скажу, что цветы тут нет. Даже, я скажу, что с мастерами Великими Бурами, когда общаюсь, они тоже с нами говорят цветы и нет. Цветы где? На ней и на небе. Которые помогают нам. Опять же. Которые посылают нам защиту, наши ангелы. Которые помогают ей такой космический, божественный поток энергии. И наполняясь этими энергиями, в принципе, мы и можем растворять все проблемы и брокки. Итак, поговорим об эмоциях. Если мы даём эмоцию, гнева, стресса, то что, в принципе, мы получаем? Ситуации, которые у нас ещё больше держат. Да, и мы не зря. А вот ещё должна быть. Цвет нам надо. Нет, но не зря. То есть вы верите, да? В лично-следственную связь. Все здесь веруют в Карл, да? Потому что, говорят, другие сюда не дашь. Потому что, как правило, такие тренинги, на такую информацию приходят уже особо. Приходят запросы. И даже если кто-то сейчас на Муседна, вы знаете, если взять развитие, мы каждый на определённой системе. Правда? Я никогда не говорю, что человек, он готов или он не готов на всех пути. Вот родилась душа. Я всегда поздравляю всех дней рождения с рождением души. Не с рождением, как паспорт. Забудьте. День нашего рождения – это рождение нашей души. Мы сегодня будем говорить о космическом паспорте, о двух счастливых числах, которые нам послала Вселенная, послал свыше, да? Свыше разума. Мы рождаемся сюда в определённые дни, да? Душа выбирает сама. Если вы читаете много литературы, вы знаете, что душа выбирает сама родителей. Душа выбирает сама, когда ей уже прийти на этот мир, когда она готова. И вот момент рождения этой души очень важный. День рождения нашего. У вас у каждого на есть это даст. Рождение вашей души обязательно с вами, с нашего души, благодарить. Благодарить вашей стиле, благодарить своих родителей, и благодарить себя, любимую душу нашу, нашу душу. Ведь тело – это временное для души, которое нужно беречь, которое должно быть всегда в гормозе, в чистоте, в красоте. Если мы не любим своё тело, значит, мы не принимаем себя как частичку Вселенной, частичку Божьей. А это уже сопротивление, это уже непринятие. А непринятие – это тоже эмоция. Согласны? Когда мы что-то не принимаем, значит, мы не даём этому течь. Мы не даём чему-то, чему-то высшему, совершить. Мы не даём реализации высших каких-то дибраций, высших месяцев, которые пришла к душам. Если мы живём всегда в какой-то препятствии, не принимаем что-то. Вначале не принимаем и создаём препятствия, то мы преодолеваем это препятствие. Как говорим, ух, сколько времени потрачено силы, энергии, здоровья. А для чего всё это было? Правильно? А если всё-таки препятствия принимать, как определённый этап развития, как определённый этап развития, как определённая ступень развития, то вот тогда будет всё просто. Так вот, я говорила о пути и говорила, что каждый из нас в пути. Душа пришла сюда и начался наш путь. И каждый идёт своим путём, девочки. У каждого он свой. И у каждого своя страсть. Поэтому заполните это и никогда не ускоряйте ближай. Его можно мотивировать, его можно вдохновлять. Я сейчас говорю, знаете, о каком лишнем? Это первое партнёр, а второе – здесь. Поэтому его можно только мотивировать, его можно и себя не вдохновлять. Нужно быть принятием своего отечения. Для того, что ускоряясь, мы очень много, мы очень теряем много всего. Мы лишаем себя очень многих эмоций, которые мы можем, если мы не будем ускоряться, мы можем именно наслаждаться. Все практикующие люди, они, вот если вы замечаете, у них очень плавные движения. Они говорят очень медленно, они говорят очень тихо, размеренно. Они никуда-никуда не спешат. И это не говорит о том, что они неуспешны. Это не говорит о том, что им просто на всё далеко. А мне вот всё нужно. Мне вот я должна всё и активно, и быстро. И уже здесь, и сейчас. Это всё нами придуманные и социум навязанные. И установки. И меняя установки, мы, в принципе, обретаем опять же гормоны. И чем больше мы замедляемся, тем больше мы ценим время. Время течёт по-другому. Она протекает по-другому. Мы ценим то состояние, в котором находимся в тишине. Тишина – это и есть вот та минута, которую мы с вами подышали от начала. Ощутили это состояние? И поэтому, как важно девочке заземляться. Как важно сделать вовремя намасте. Благословить свой день. Всё в этом дне. Как важно сделать вовремя вдох и голову. Чтобы не было панических отталков. Как важно вдохнуть любовь. И выдохнуть любовь. Чтобы не было жизни вовремя. Сказать, что все практикующие не проходят испытаний, они проходят и вовремя. Поверьте. И как я пришла вообще в астрологию. Думаю, у вас уже где-то, да, вопросы есть здесь, да? Как я пришла в практику. Я же не родилась, тыкая сразу. Правда? Бежала, спотыкаясь. Тем более, обо мне все астрологи. Будем говорить сегодня об энергиях планет. Яловин, Марс, стихия огня. Естественно, ещё вчера. Когда вам надо, вчера, говорила я. И, конечно же, очень много тратила ресурса и энергии. Очень много. И притягивала испытания. Проходила ряд испытаний, которые были связаны с бизнесом. Я сама по образованию режиссёр театра. Абсолютно творческая. Абсолютно причём творчество у меня с прошлой жизни. Венера, которая, богиня Венера, которая отвечает за наше творчество, любовь и красоту у меня в хронической программе. Это говорит о том, что в прошлой жизни я уже была безумно творческим человеком, известной актрисой, балериейной, музыкантом. И поэтому, в принципе, для меня и пою, и танцую, и пишу медитации, стихи, и песни. Всё-всё есть наработки моей души из прошлого. И, как правило, это отдельная тема, комические программы. Я почищу и буду. Мне сегодня хочется так вам, знаете, микс сделать, чтобы вам было сладко, вкусно. Кармические программы – это как раз вот то, что на фестивале я и давала о кармической программе. Это и есть как раз-таки тот набор опыта и тот набор знаний и долгов, как перед нами и как мой. Ещё с прошлых моих воплощений. А так как мы сейчас все сказали, что мы в карму верим, мы верим уже в воплощение. И мы верим, что жизнь в этом воплощении не заканчивается, что это всего лишь переход. Поэтому, насколько важно, прийти сюда, прийти и разобраться с этим. С каким же опытом я сюда пришла? С какими долгами и перед кем? И как важно, используя опыт прошлого, идти по вектру. Это заходящий узел, девочки. Это то, что в каждой космограмме определяет нам кармическую программу прошлого. Это мы всем видим. А вам видно? Всем видно. Всем видно. И вот здесь вот он выглядит, как сумочка, как мешочек. И вот здесь вот всё, всё наполнение. И вся любовь с прошлыми партнёрами. И все расставания. И дети, и родители. И весь наш опыт нашей души. И вот с этим вот мы приходим. И он есть у каждой в вашем космическом паспорте. И также есть восходящий узел. Или же его ещё называют южным. И северным. Тогда снизу вверх. И восходящий узел, вот он выглядит, как порошок. И вот как важно определить, куда же это есть наша миссия. И как важно определить этот вектор, пути. И как важно этот путь сделать максимально для всего счастливым и быстро. Потому что чем быстрее мы откроем этот парашют, придёт наша душенька сюда, тем быстрее здесь и сейчас мы ощутим счастье. Как можно. Потому что миссия, знаете, фильм из-за того, есть миссия невыполнима, а есть миссия выполнена. И вот миссия будет ваша выполнена в вашей душе. И таких людей видно. Можете посмотреть на меня. Мои узлы включились ровно 2-3 назад. Произошел переход выходящего по-сходящему. И включилась моя кармическая программа. Как вы почувствуете? Ох, это уже хороший вопрос, это существо. Прежде всего я почувствовала, когда моя Венера электрограммная стала прямой. Потому что, когда она была в электрограде, я была жутко эгоистична в этой. А теперь я уже могу учить вас, когда я вижу, что у кого-то меняется. Как правило, эти люди баллы мне судьбой из прошлой жизни. Все восхищались, все любили, поклонников. Вы не представляете, что я в детстве вспомнила. У меня мама была в детском саду воспитателем, потом я до 10 дошла, сделала карьеру, потом уже заведующей. И вот я любимица в детском саду, избалованная с ней. Любимица, потому что так пришла, с какой программой. Помнит душенька, как ее любили. Итак, сегодня это же мне что-то не дал. А в нашем детстве были раскладушки в детском саду. Я дочь военного, мы ездили по гармезонам. И вот наши детские сады, они вот такими тут были. И вот с Геной мне, пожалуйста, теперь не ставьте раскладушку, а ставьте мне Саше. Саша что-то не сделал, чем-то мне не угодил, теперь вот поставьте мне с Димой. И вот так это вот, я это вспоминаю, я потом прокрутила, потому что одной из практик я свернула себя в то время. И я настолько ощутила, какой же я была эгоистой. Потом эгоизм, чем больше я становилась, чем старше я становилась, тем больше взращивался эгоизм. Потом я перешел уже на подростковый период, и так на пять минут опоздал, все, до свидания. Я шел три километра пешком. До свидания, пять минут, время закончено. Можно много примеров, я говорю всегда на своих, можно много говорить примеров, вот как проявляется венера, когда она при прозрании. И естественно, еще это, я вырастала дальше, и взращивался также мой эгоизм. И так всегда взращивается все. Если мы наполнены чем-то, чем мы больше взрослеем, тем все это больше растет. Взращивался мой эгоизм, капризность и все остальное. И так я вышла замуж, и так же вот я, Ива, в семье себя проявляла эгоистично. Ты мне мало даришь подарков, ты мне мало говоришь слов любви. Почему ты меня... Почему я, девочки, я сейчас рассказываю, и уверена, всегда на мероприятиях у всех отзывается. И уже кто-то может чувствовать, что венера ветрограде. Конечно. Я уже, Ильичка, уладила. Поэтому я бы сейчас рассказывать, я уже с вами провожу практику. Я сейчас рассказываю, что каждый из вас будет уже определять, где ее есть такая вот, да, маленькая пробоинка энергетическая. И вот ты меня не так любишь, ты мне не так говоришь, ты, ну не знаю, все не так, все не так. И вообще все ты. И вообще все ты. А я вот тут королева с Венерой ветрограде. Любите меня, кружите меня. И машина не та, и квартира не здесь. И вот, и пошло. Естественно, рушится брак. И так как все-таки я творческий человек, а за творчество отвечает наша богиня Венера. Естественно, все, что было связано с моим бизнесом, это были одежды, магазины одежды, это были салоны красоты, и все это у меня отняли. Я не буду рассказывать как. Я просто говорю, все я это потеряла. Ты не знаешь, что мне пришли, а вы отняли. Да, я думаю, вы понимаете, да? Магазин мне сожгли. Салон красоты у меня забрали. И вот пройдя эти испытания, у меня появился запрос. Что делать? Для чего мне это все дается? Ну для чего я только потом задала вопрос. А вначале почему? Еще за что мне это? Почему и за что? И так несправедливо ко мне. И так как эгоистка, то как же так? Как несправедлива эта жизнь, как несправедливость. Вообще весь мир. И все тут, блин, а я в белом. Все это как в белом, а? А я в белом. И я, с ветероградной Венеры, и моя малая, и моя мама, и вообще все близкие. И вот я вам скажу, и вот я вам скажу момент, я вам скажу, что момент. Пришел этот запрос. Пришел этот запрос с рождением второго ребенка. когда и второй брак не смогла сохранить. Заметил мне разум, и сказала, что виноват был супруг. Во всем виновата была только я, и мой взросчин, и горист. И потеряв очередной бизнес, оставшись двумя детками, я все-таки начала искать, в чем же причина. Я не хочу так, в вашу жизнь. Я хочу любви. Искренне любви. Взаимной любви. А до этого любили только меня, а я позволяла себя любить. Я хочу любить. Как? Они приходят сейчас ежедневно на консультацию, и когда я говорю, что я вижу причину. Но как? Мне говорят, как. Я говорю, ну мы сейчас прямо это сделаем здесь. При консультации я покажу это. Я делаю маленькую практику у человека, вот здесь огонь горит и ком. Человек не может даже произнести некоторые фразы. и этот блок нужно снять, проработать. И когда приходит запрос, всегда есть. Вселенная так работает, так работают энергии. Когда мы что-то спрашиваем или что-то желаем, и это настолько наболевшее, поверьте мне, по моему опыту, который я вам сказала, это было настолько наболевшее. Что мне первое, мне досталась, Луки, моя прекрасная настольная книга. А первая настольная книга была моя Данила Корнеги. Как добиться успеха? По 19 лет. Естественно, амбициозная, эгоистичная. Вот она книга, американская мечта. А потом она мне не помогла. Она мне помогала в бизнесе. Она как марсианской такой энергии, яркая, огненной личности, она мне помогала прокачивать только еще больше мой эгоизм. Но она мне не помогала быть счастливой. И поэтому американская мечта, что в миллионах счастья, я думаю, она уже давно у вас стала. Или нет? Я тоже с нее начинала. Многие начинали, но на сегодня я считаю, что все в мире гармонично. И финансы, деньги, это тоже энергия. И к этой энергии нужно тоже относиться с благодарностью. И когда мы начинаем благодарить за каждый заработанный, за каждую заработанную сотню, тысячу, то вселенная нам помогает в этом. Но когда мы начинаем говорить, у меня нет денег, у меня на это нет денег, у меня на это нет денег, или мне мало. Мне мало. А у нее столько, а у меня столько. Эти энергии работают по-другому. Ну, об этом мы не будем. Это не моя любимая тема. Так вот, моя любимая тема, моя стала книжка в 2000 году «Гидическая нумерология». Она всего лишь 500 экземпляров. Это великолепная книга, и мы сегодня поговорим. Это как раз книга чисел, и даже чисел. Я начинала с этого свой путь, свой путь самопознания. Ровно 20, практически. Ровно 20. Когда я открыла свое 23 число и прочитала все про себя, меня это настолько тронуло, как это все может работать. Потом я прочитала свое число судьбы и поняла, что число судьбы это то, к чему я должна стремиться. Это и есть число пути. Это и есть миссия. Я пересчитала всех вокруг. Родителей, детей, близких, своих партнеров по бизнесу, всех, 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 всю свою команду. И начала подбирать в резонансе цифры и чисел. Чисел. И, вы знаете, мне стало легче. Мне стало легче жить. Мне стало проще жить. Но это был всего лишь первая ступенька к моему самопознанию. Потом пришла астрология. Буквально через год. Нумерология это замечательная наука и точная наука. Астрология это наука еще более глубокая, масштабная. Для меня это просто волшебная наука. Та, которая позволяет настолько познать себя и разобраться в каждом моменте в своей жизни, в каждом моменте ее присутствия. Разобраться с миссией, разобраться со своими долгами и опытом. и уже здесь и сейчас стремительно направляться к восходящему углу своей миссии. И делать все для этого, девочки. Потому что, когда мы определяем, в чем же на самом деле наша миссия. вы знаете, самое интересное, что вот когда приходят ко мне клиенты, есть яркие такие примеры, когда человек работает всю жизнь бухгалтером. Он ненавидит эту бухгалтерию, но он вынужден. У нее кармический партнер. И она работает бухгалтером у мужа компании. Часто пример, очень часто. И она уже настолько, уже детки у нее, то есть она выполнила свои очень многие кармические программы к заходящему узлу. И вот когда душа чувствует, что она уже на переходе, но ее что-то еще держит, а что нас держит? Страхик. какие-то правильные. А страхи порождают что? Неуверенность, лень, нерешительность, упадок сил. Это энергия. А упадок сил это вообще это девочки это отдельная тема. Это уже здоровье. Упадок сил это уже здоровье. Поэтому все, кто начинает чувствовать, что он начинает чем-то болеть, то вообще мы сюда не пришли болеть. Наше тело создано свыше здоровым, красивым. Мы все разные. Мы заберем но все разные и ни в коем случае нам нельзя ни с кем сравнивать. У меня ноги не такие, у меня руки не такие. нас именно то тело. Девочки, примите себя. Примите. Очень часто даже лишние килограммы созданы для чего это. Я когда боролась с этим поэтичным, поясом, спасательным кругом, а потом когда мне уже доктора сказали если ты худеешь и это уходит у тебя опускаются почки. у меня вот такая своя конституция. Понимаете, тело нам создает лишние килограммы и что-то вот и нашу конституцию создает таким образом, чтобы нам было гармонично, чтобы мы быстрее пришли к своей миссии. А все, что остальное, если мы скажем, но болезни же существуют, да, родовые, да, можно прийти с болезнью вот отсюда. И я их тоже вижу по астрологии. Можно прийти вот отсюда с родовой болезнью. Но, девочки, поверьте моему опыту, процентов 70 мы болезни зарабатываем себе сами. Мы зарабатываем себе сами от того, что мы наполняем себя чем попало. Это начинается от наших мыслей, от нашего питания, ваше тело и от наших действий. И вот все это разрушает наше божественное тело. А на самом деле мы сюда пришли творить. И когда я говорю творить, скажите мне, что творить? Почему я говорю творить? Вы вязать со своей души. Почему слово творить? Потому что в любви можно творить, когда ты в состоянии гармонии находишься, ты делаешь все. Потому что каждый делает все индивидуально. Нет планов. Давайте глубезу. Творец. Ааа. Потому что мы боги. Внутри. Мы частичка творца. Поэтому мы все пришли сюда что это творить. Отсюда и пошло творчество. Почему творчество относится к богине Венере? Все творчество оно в любви, оно в гармонии, оно совершенно на других эмоциях. Правда? И творческих людей я больше всех обожаю. Они менее злые, они менее агрессивные, завистливые, что ли. Они совершенно другие. Они совершенно другие. У них непростая жизнь. Это не значит, что если они где-то летают в каких-то энергиях и в каких-то своих фантазиях, что у них простая жизнь, если посмотреть на творческих людей, творческую личность. Они также проходят свои испытания. Чем? Чем, как правило, проходят эти испытания? В семье, одиночестве. В одиночестве. В бизнесе с вас. Материально. 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 Они вообще материально не они даже у них этой опоры нет. И мне с ними тоже надо работать. Потому что все должно быть в балансе. И зарабатывать на них продюсерам. Мы говорили о энергии я, мужской энергии, которая создает, делает, реализует наши цели. Это энергия действия. Энергия инь, женская энергия, это энергия любви гармонии. Энергия инь, она мягкая, спокойная. Она воздушная, я бы даже сказала, холодная, если так ощутить. Энергия ян, это огонь и это вода. Но всегда можно воду подогреть, океан солнышком нагреть. Правда? Значит, все-таки все должно быть, горжение. Вот это наше волшебное намасте. Есть гармония. Берем энергию ян, энергию инь, и сердечко наполняемся. Таким образом гармонизируем в себе. И если какую-то минуту вас больше ян, то после буквально этой маленькой, маленькой волшебной практики гармонизируем для себя. Утро можно проверить в чем, какой энергии больше. Еще в постели проверьте какая дышит внутри сейчас. Какая заложена, какая дышит. когда мы гармонизированы с гармонизированной, у нас дышит плобина плобина. Как правило, утром мы просыпаемся и может быть какая-то ноздря заложена. Чуть меньше дышит. Она вообще не дышит, но она немножко не дышит. Вот определяйте.